Доброго сня, времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас на видеоканале «Территория уюта» и я, его ведущая, Анна. Сегодня мы находимся с вами в самой спокойной, интимной комнате дома – спальне, где проходит треть нашей жизни. Спальня – это покой, нега и, конечно же, сон. Жаль, что не всегда сон бывает крепким, но у меня сформировался свой свод правил моего крепкого сна. Я готова сегодня с вами ими поделиться. Итак, начнем с вами не издалека, а изнутри. Главным атрибутом хорошего сна является подушка. В последнее время в магазинах можно найти эргономичные ортопедические подушки с эффектом памяти, снимающие мышечное напряжение и способствующие здоровому крепкому сну. Я сплю именно на такой. Сделанная из мамореформа, под воздействием температуры тела она полностью подстраивается под него, но не проваливается, а мягко держит голову и шею в удобном положении, препятствуя деформации шейных позвонков. Вторая моя подушка с секретом – вот эта. Из микроволокна, ароматизированной натуральной лавандой, которая способствует засыпанию. Можно, конечно, положить лавандовый мешочек под любую подушку. Я пробовала, эффект будет меньше. И еще одна подушечка. Я использую ее перед сном, чтобы расслабить напряжение мышц шеи. Она очень анатомичная, поддерживает все позвонки, когда на ней лежишь, и выглядит довольно мило. Очень важно и то, под каким одеялом вы спите. Я, например, предпочитаю легкие и теплые одеяла из бамбукового волокна. Под ним, ей-богу, быстрее сходит на нет ощущение усталости после трудного дня. Бамбуковое одеяло нейтрализует статическое напряжение. Под ним не потеешь. Одеяло гипоаллергенно и имеет антибактериальный эффект. Чтобы быстрее засыпалось, расцветка постельного белья должна быть спокойной, не яркой. А чтобы комфортнее спалось, лучше выбирать белье сатиновое. Она гораздо приятнее по ощущениям, нежели бязь или поплин. Если дома холодно, я укрываюсь вот таким уютным пледом из ламы. Шелковистый мех всегда создает успокаивающую атмосферу. Ей способствует также правильное мягкое освещение. Не представляю уютной спальни без маленькой настольной лампы с абажуром. Еще более интимное освещение дают свечи. Кстати, подсвечник, в котором они стоят, тоже должен быть неагрессивным, изящной формы, словно бы приглашающим в объятия морфея. Ну и, конечно же, быстрому засыпанию способствует хорошая книга. Точнее, немного скучноватая книга, чтобы было от чего заснуть. Вряд ли соцсети или кино на DVD когда-нибудь смогут стать столь же эффективными для сна. Ну и последний мой секрет – это молоко с медом. Я обязательно ставлю на постель деревянный столик и пью исключительно лежа, из большой красивой кружки. Молоко должно быть теплым, но не горячим. Меда кладите по вкусу. Можно также заварить чай с мелиссой или вербиной. Ну что ж, желаю вам, чтобы у вас всегда был крепкий и здоровый сон. Пусть в вашей спальне всегда царит покой, гармония и уют. С вами была ваш уютолог Анна. До новой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова